Я рад всех вас приветствовать, ребята, на своём канале Волчонок Поварёнок. Но я, так как вы все уже поняли, что я не только Волчонок Поварёнок, что я ещё офигенно охочусь, занимаюсь подводной рыбалкой, охотой, готовкой на костре, просто люблю готовить на природе, люблю готовить дома. И всё это на моём канале вы офигенно красиво видите. Как это... И хочу вам показать в данный момент то, что мы едем в Дагестан, то, что вы видели ролики предыдущие, то, что вам мама показывала, это всё вам показывала буквально только в общих чертах. Вот краем ухо буквально задело там, вот как мы летели, вот как мы вам там были в отеле, показала. А сейчас я начинаю своё детище, как оно изначально всё происходило визуально. Прямо быстренько всё. Ну, просто вот, как вот оно было, вот прямо во всех крациях и красках. Вот сейчас, в данный момент, мы вот это всё рассматриваем, это Шереметьев парк-отель, да. То есть мы вот были вот, по крайней мере, мы ещё пока не вылетели. Мы находимся в московском Шереметьев парк-отеле. Вот смотрим красивые вот такие пейзажи. Я решил просто, пока мама сидела рядом, билеты мы уже забронировали в полёт. То есть сумки мы уже сдали, ручную кладь сдали. И вот мы смотрим вот такие красивые штучки. Мы просто... Я их решил вам заснять для красоты, для пейзажа. Я думаю, мало кто был из вас в этом отеле, и вам интересно будет такое поглядеть. 3D-красочное зрелище. Вот сейчас вы можете обратить внимание, то, что мы сидим в самолёте. Сзади я показываю, мужик уже спит, уткнувшегося в монитор. Но не в монитор он уткнулся, он уткнулся в окошко для... Ну, короче, вы понимаете. Это монитор для... для этого. Вот. Меня просто рядом не посадили с этим. А вот я вам сейчас, смотрите, рассматриваю, чё. Я вам показываю, как раскладывается 3D-стойка из самолёта. Потому что до этого мы летали, когда в Крым с мамой. У нас такого не было, когда мы... У нас так не раскладывалось. У нас раскладывалось из переднего стула. Вот. А здесь, видите, как прям 3D. Вы... Прям как трансформеры. Вот. Очень интересно. Нам, кстати, дали сэндвичи. Нам дали кофе. Нам дали шоколадку Аэрофлот. А мужик спал слева. Он мне не дал снимать ничего из окна. Потому что он сидел рядом. Кстати, нам тоже дали йогурт. Вот сейчас мама пробует йогурт. Йогурт был такой себе жидковатенький. С него можно в туалет сходить хорошечно. Но я его есть не стал. Я его увёз с собой до конца. Вот. Вот вам хочу показать, что из себя представляет сэндвич. В сэндвич входит сыр. Две колбаски буженины куриные. И, походу, какой-то там ещё, не знаю... Ну, короче... Первый перелёт был нормальный с сэндвичем. Со второго у меня живот закрутил, если честно. Но я, в принципе, поел. Мужчина как спал, так и спал. Окошко он мне поснимать не дал. В общем, в итоге, на обратном пути я уже потом начал снимать. Но когда мы летели в Дагестан, он мне снимать не давал. Потому что он занял окошко у себя. Мамке понравился сэндвич. Йогурт ей тоже понравился. Кофе мне зачётно прилетел. Так как мы все были не выспавшись. В общем, всё было очень вкусно. Кофе с молочком. Девушки красивые ходили по самолёту. Ну и вот мы приземлились в отель «Крепость». А уж дальше всё узнаете сами. Наш отель называется «Крепость». Вот такой вот здесь красивый вход. Привезли нас буквально минут за 15. От аэропорта. Вот такая гостиница «Крепость». Привезли нас буквально минут за 15. Но цены здесь космические в Дагестане, конечно. И офигеть. Нас привезли несколько метров. И содрали шесть сотен. Реально шесть сотен содрал? Кошмар. По ивановским меркам, ну это вообще 200 рублей цена. Так, ну да. Ну и что? У нас бы в Иванове за это содрали рублей 150 за такую дорогу. Ну может, и он и нас, конечно, платит. Он нас очень сильно надул за 600 рублей. Мы больше с ним кататься не хотим. В общем, ладно. Сейчас у нас заселение. Часа два. А мы ещё приехали рано. Может, нас сейчас даже ещё и не заселят. Жара невыносимая. Очень жарко. Уже хочется купнуться. Температура моря вроде как 22 градуса, 24. Ну, нормально. А в том году-то в Крым мы приехали. Вообще температура моря была 16. В этом году мы попозже поехали. Чтоб уже море попрогрелся. А то мы в холодном накупались тогда. Так что, ладно, ребятки. Подключимся. Сейчас номер покажу. Обзорчик на номер сниму. Если заселят, отдыхаем. Тяжёлый был перелёт, не спавший. Не курить. Вот такой вот номер пол-люкс. Заходим. Включаем свет. У нас есть чайник. У нас есть холодильник. И есть морозильник. Везде всё сделано плиткой и паркетом. Красотища тут всё. Вешалки. Постельки, ящики всякие. Ну, это я. Ну, как же без меня. Шкафчики. Зеркало. Всё вот так красиво входим. Здесь я сразу себе разложил спальное место. Можно, сказали, две кровати разъединить. Но мама у меня будет, как и в Крыму, спать опять как барон на двух слипшихся. Вот. А я себе кресло разложил сразу. Оно складывается в спальное. И сразу буду плазму смотреть, лежать. То есть стол. Тут такая типа барная стойка. Есть Wi-Fi. Есть от комаров штука. Это самое важное. Только насадки, наверное, будет купить. Чашки, стаканы. Вода даже питьева есть. Я вот, кстати, пить хочу. Видишь, мне воду поставили. Чай, кофе. Всё есть. Стол есть. Классные стулья. Я бы себе такой один домой бы забрал. Вообще номер пошикарнее, чем в Крыму. Пол этот люк. Красивые, атмосферные. Всё. Фонарики. Потолки высокие. Стенки. Красивые узоры. Прям такой евро-ремонтик. Вообще лепота. В общем, здесь я подставлю себе тумбочку поближе. И у меня там есть две розетки. Так что, если что, я смогу телефоны заряжать близко. Вот. У мамы немножко не поудобнее розетки. У неё пришлось стул подставлять. Ну, а так, в принципе, нормуль. Вот. Балкона у нас нету никакого. Вот такой вот у нас вид. Там вот у нас пляж. В общем, вот такой там пляж на разведку мы туда сходим. Обязательно. Сетка у нас тут москитная. Вот такое-такое. Окно со свежим воздухом. Кондиционер, естественно, есть. Картина здесь. Всё красиво. Всё шикарно. Номер шикарный. Часы есть. Так, теперь я пошёл в ванну. Покажу вам. И будем мы раздеваться, умываться и приводить себя в порядок. Ванна шикарная. Есть даже фен. И тут что-то есть. Ленор. И стиральная машина. У нас никогда в номере не было стиральной машины. То есть, смотрите, мы можем даже сами стирать вещи. Классно вообще. Какая-то интересная раковина, как беды сделана. Ну, толчок как толчок. Всё красиво. Всё в плиточке. Всё в зеркалах. Всё очень very good. Всё красиво. И тут обычный душ. Душевая кабинка. Вот с каким душом. Всё. Тут класс. И такой есть душ, и такой, и как хочешь. Тут можешь лапы мыть. В общем, всё шикарно. Ладно, сейчас будем пока переодеваться, раздеваться, оживаться, всё разбирать. И потом куда-нибудь пойдём. Ещё подключимся там по поводу еды. И всё такое прочее. Всё вроде разложились. Ножки помыли после дороги. Обжились более-менее. Сейчас покушаем. Всё, что с собой привезли из Иванова, надо всё съедать, пока не испортилось. Но потом постепенно будем заказывать всякие вкусные блюда. У нас включен только завтрак. Вот. Там 4 вида завтрака даётся. То ли яичница с колбасками, то ли всякие каши с сырниками. Ты выбираешь, в общем, себе любую. А потом обедать ты это. Вот еду заказываешь из ресторана. Тут различные всякие. Какие хочешь, в общем. Хоть креветки, хоть лазанья. Цены, в принципе, более-менее вместимые. Ну, тут я всё вам листать не буду. В общем, еду можно заказывать из ресторана. Так что я пока обжился. Вот, кстати, себе вот такие сланцы купил. По горам в них, конечно, не походишь. Но купаться в них, ходить более-менее удобно. Вот. Так что у нас сейчас перекус. Надо спасать колбасу, яйца, сосиски, огурцы. Пока всё не испортил. Завалили себе чаю. Помыли ножки. Это местные тапки дали такие, одноразовые какие-то. Так что всё. Сейчас покушаем и будем... Сон вроде уже прошёл, да, мам? Уже спать не хочется? Чё, пойдём на пляж? Купаться? Нет, если мы полежим, я думаю, мы отрубимся. Нам нельзя. Тем более после еды сразу спать захочется. Надо сразу в холодное море, я думаю. На разведку. Так что я пойду на разведку, а маму оставлю спать. Вот. Потому что уже такая жара невыносимая, хочешь скупаться. Ещё мы с кондиционером никак не разобрались, как его включить. Ладно, всё, мы перекусываем. Всё интересное потом. Чё-нибудь подключусь, покажу. Пока у меня аккумуляторы все заряжаются, чё-то все закончились в поездке. И пьём чаю. Неприятного аппетита. А вам интересного просмотра. В общем, отдохнули. Время уже где-то 4 часа вечера. Повалялись в номере. Мама даже чуть-чуть поспала. Я не стал спать. Короче, я смотрел всякие передачи по телевизору. Валялся, спину распрямил. Ну вот, сейчас пойдём на разведку, в общем, по магазинам, по кафе. Посмотрим, где можно обедать, ужинать, чем тут кормят. Потому что завтрак у нас включён, а обед, ужин мы будем где-то кормиться. Так что вот сейчас пойдём где-то кушать, смотреть, присматривать, куда будем ходить и обедать. Ну, можно в номер заказывать, как я уже сказал, там за полчаса. Но там только от 800 рублей бесплатная доставка. Если ты закажешь меньше 800, то есть тебе уже не бесплатно привезут. Заказывают, то есть накладно по кошельку будет давать. Так что вот, в принципе, это у нас внутри крепость. Сейчас быстренько вам покажу, как тут красиво. И всё, и пойдём. Субтитры сделал DimaTorzok So you back to your arms. Wash it all off in the river of your heart. There's a million different songs that I want to sing. Так что вот. Сейчас выходим и пойдём посмотрим, что в магазинах продают. Тут нету никаких ни магнинов, ни магнитов, ни пятёрочек в Дагестане, как у нас. Это обычные другие магазины. Блин, ногу сегодня натоптал, тапки мне малые, блин. Вот такой какой-то ОПТ-Маркет. Сеть магазинов низких цен номер один. КОНИЧИВА. КОНИЧИВА. Продолжение следует...